Проверяют пустыри, заброшенные здания и квартиры. В Магнитогорске стартовало мероприятие «Подросток-условник». Несовершеннолетних, нарушивших закон, навещают полицейские. В очередной рейд с сотрудниками правопорядка вышла и наша съемочная группа. Вчера что делал? Тоже везде не делал. Гулял вечером? Нет. Молодому человеку меньше 18 лет, но условный срок получить успел. По какой статье информация не для прессы, но известно, что из тяжких. Сотрудники полиции расспрашивают его о недавних происшествиях в районе. Какой-то грабеж был. Красный спортивник. Кто-то там в лорек? А, в лорек-парек? Кто был? А? Кто был? Не знаю. У меня в друзей нету красный спортивник. С моих слов записано верно. Дата, подпись. Все по лекалам взрослого мира. Инспекторы по делам несовершеннолетних встречаются со своими подопечными раз в месяц. Главное удостовериться, что ребенок живет дома. Этот выезд внеплановый, потому и гостям рады не везде. Когда на стук никто не отзывается, приходится беспокоить соседей. Стражи порядка спрашивают, когда видели подростка в последний раз и не замечали ли чего-то подозрительного. Какой-то грабеж был. Какой-то грабеж был. Без ягодка спрашивает. Без ягодка спрашивает. Все? Все. А мама? Мама. 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 Жалоба поступила накануне. Полиция приезжала. Мы как раз обедали, сидели. Нормально они прошли, посмотрели. Действительно, только рабочие были. Только в Ленинском районе на учете ВДН состоят 116 подростков. Попавших под суд 4 человека. А всего их в городе 24. Больше половины услышали приговор в этом году. В основном условно осужденные состоят по таким видам преступления, как кражи, грабежи, разбойные нападения. Ну и, конечно, особо тяжкие травмы. То есть не разряд 116, а уже когда 115, 112. То есть более тяжкие травмы. Проверять условно осужденных будут до конца следующей недели. Затем профилактическое мероприятие подросток перейдет к очередному этапу. Внимание правоохранителей привлекут неблагополучные семьи.